В 2001 году у Светланы умерла бабушка, она попала в интернат, там воспитывалась около 8 лет. Когда она вышла из интерната, она попыталась получить свое имущество, которое ей осталось после отца, и там проживать. Когда она туда приехала, там были уже неизвестные для нее лица. Когда она у них спросила, что вы тут делаете, будьте добры, покиньте, они сказали о том, что девочка, а ты тут никто и звать тебя никак, вы добрая, уйди. В общем-то она поступила в ВОЗ, проживала какое-то время и сейчас проживает в общежитии, долго боролась для того, чтобы как-то выгнать данных лиц неизвестных с ее частной собственности. Такая борьба происходила около двух лет, и нам повезло, в 2011 году органы фронтской прокуратуры обратились с иском в фронтский районный суд в защиту Светланы. В общем-то, и уже с начала 2010 года идет судебное разбирательство в ВОЗ. До того, как мы встречались в этой студии, суд вел себя явно неправомерно, по моему мнению. Были явные консультации со стороны судьи, были явные затягивания судебного процесса. После того, как и общественные организации, и средства массовой информации затрагировали, были явные небольшие подвижки. В общем-то, вчерашнее судебное заседание, которое проходило в ВОЗ, показалось, что суд уже более лояльно относится и более пытается разобраться в ситуации. Я не знаю, может это был тот факт, что суд понимает о том, что за девочку заступились, либо, может, какие-то проснулись человеческие чувства, морали. Для меня это непонятно. Но при этом, также район, паспортный стол район, фронтский район, не пришел на судебное заседание. Но попросил рассмотреть без него. Ситуация вот такая, обстоит иск, который был подан ответчиками в окружной административный суд, проходило судебное заседание, туда вообще никто не явился, кроме органов прокуратуры и нас. Попытки были не допустить и средств массовой информации на судебное заседание, в здании даже суда. Было отложено судебное заседание и перенесено было на 8 июня. Там будем, я надеюсь, что все-таки суд рассмотрит все доводы, которые были изложены, и нами в возражениях, так как иск вообще не состоит из каких-либо аргументов, состоит просто из домыслов. Не может суд принимать решения на одних домыслах тех или иных сторон по делу. Во входском районном суде, судья даже Алферова, что сама меня удивила, я не знаю, ну, хоть и проходило оно в кабинете, хоть и должно было проводиться в зале суда. При этом некоторые, те, кто готов был поддерживать Светлана, не допустили заседание судебное, даже как просто понаблюдать, как это происходит. Вот, ну, мне радует хотя бы, судья начала хотя бы какие-то манчо одевать, хотя бы нагрудный знак, какие-то вещи, которые, и хотя бы выслушивать стороны по делу, если ранее это вообще не было. Это какое-то, мне так кажется, улучшение. Я не знаю, как будет судья реагировать дальше, но я надеюсь, что все-таки суд примет решение честное, и то, которое будет защищать интересы и Светланы, и ее малолетнего ребенка. То закончилось пятиминутное заседание, так как не явились ни один орган власти, ни представители Фрольской районной администрации, ни паспортного стола не явились. Они были отложены, так как паспортный стол в секторе регистрации физичных осипов являются ответчиками. Без ответчиков рассмотреть судебное разбирательство невозможно. Впоследствии у меня была встреча с руководителем сектора физичных осипов, и я убедительно просил все-таки явиться в судебное заседание для того, чтобы возможно было рассмотреть дело. В общем-то, оказывается, что материалы, которые сектор регистрации физичных осипов предоставлял в суд, они до суда не дошли, либо скрыты были судью без детка, так как они просили рассмотреть в их отсутствие. Такое заявление мне было оглашено в судебном заседании. В общем-то, весьма числа, на Кадай перенесли, я надеюсь, что они явятся, и в данном судебном заседании мы его и закроем это дело, так как рассматривать там нечего. Выселение семьи Якушевых из данного дома, так как они там не зарегистрированы, никаких документов нет, документы, которые они всячески нам пытаются из суду предоставить, это договор под найма. Но данный договор под найма не соответствует никаким стандартам гражданского кодекса, он никем не заверен, непонятно, подписал ли это отец ее, или бабушка там два договора она показывает. Но по сути, ни один и другой договор никак не заверены, поэтому это будет просто бумажка-фикция. Также, если бы у них какие-то были документы, они бы там зарегистрировались в этом доме, у них они не зарегистрированы. Также они построили пристройку к дому, и теперь каждый раз нам пока указывают о том, что она стоит 250 тысяч, но те средства массовой информации, которые с нами приезжали уже к данному дому, видели о том, что это, ну не стоит этой 250 тысяч, они и 50 тысяч не стоят, так как это явно видно, построено из каких-то кирпичей, которые явно где-то сворованы, потому что они щербаты, но оно видно, по сути, не новое. Во-вторых, каких-либо разрешений на постройку у них нету, при этом это должно обязательно быть, это и ГАЗ, это и ГОРБТИ должны давать разрешения, у них таких долгов нету. Если они будут требовать у Светланы каких-либо денег за эту постройку, они могут эту постройку взять, с кирпичами уйти куда хотят, это их не будут вопросы. Светлана на них не просит им и оставить эту пристройку.